Ямалоненецкий автономный округ, северный форпост страны, энергетическое сердце России. Основу настоящих и будущих успехов региона заложили первопроходцы, геологи и геофизики, строители и педагоги. Север многогранен. Он не терпит человеческой слабости и малодушия. Он влюбляет в себя и испытывает на прочность. Он дарит возможности для профессионального и личностного роста. Программа «Север плюс» о людях, посвятивших себя развитию региона и уже не представляющих своей жизни без малой родины. Наталья Григорьевна Сухорукова. Депутат Городской думы и заместитель директора Центра социального обслуживания населения города Лабытнанги. Выросла и получила профессиональное становление именно в городе Семилиственниц. Больше 20 лет проработав в сфере здравоохранения. Сначала участковым педиатром, а затем заведующим детской поликлиникой. В городской думе является председателем комиссии по социальной политике. Уверена, что главное в работе депутата – это человек. Замужем воспитывает двоих детей. Наталья Григорьевна, наша программа выходит в эфир 19 декабря. В это время уже у многих лабытнанцев дома наряжена елка. Скажите, а вы уже подготовили свою квартиру к празднованию Нового года, украсили? К сожалению, нет. Традиционно мы это делаем в последние выходные уже перед Новым годом, потому что в будние дни не хватает времени. Ребенок у нас уже взрослый, 16 лет. Мы с мужем на работе. И я думаю, что только в последние выходные у нас… В последний момент. В последний момент. Ну, это еще не последний момент, я думаю. Хватит у нас времени, украсим. Вообще, как много времени вы дома проводите? Вас можно назвать домоседом? Я бы хотела быть домоседом, потому что по натуре-то я как раз домосед. Я очень люблю свою квартиру, я очень люблю родные стены, и я подпитываюсь энергией именно там. Но жизнь меня поставила в такие условия, что много времени мне приходится проводить на людях, и, к сожалению, мои какие-то природные качества, природные склонности не имеют возможности развиваться. Хотя хотелось бы быть домоседом, да. Вы знаете, говорят, что если есть стремление оставаться дома, то человек сделает все, поменяет работу и создает те условия, в которых ему будет комфортно. Значит, я так полагаю, что ваша активная общественная деятельность, активная деятельность трудовая вас устраивает? Ну, безусловно, потому что в отпуске я без всего этого начинаю скучать ровно на третий день. 23 года вы работаете в социальной сфере, много лет посвятили работе участковым педиатрам, возглавляли детскую поликлинику, теперь являетесь заместителем директора Центра социального обслуживания населения. Это все работа с людьми, это все работа с их болью, с некоторыми их проблемами, и всегда пытаешься найти пути решения, помочь. И возникает проблема профессионального выгорания, когда понимаешь, что больше не могу, не хочу, не буду. Было ли у вас такое в жизни? Вы знаете, такие моменты были, но они больше настигали меня в тот момент, когда у меня была в основном работа бумажная, отчетная, какая-то организационная. Например, когда я работала в заведче детской поликлинике, но во все остальные моменты у меня и до сих пор, к счастью, у меня есть источник бесконечного вдохновения. У меня это дети, с которыми я работаю на протяжении практически всей своей профессиональной деятельности, и это такой безграничный источник позитива. Энергетика у них очень добрая, поэтому я, конечно, подпитываюсь этой энергетикой у детей в хорошем плане, потому что они настолько обычно позитивны и такую энергию излучают, что если от нее подпитаешься, им-то как бы во вред оно не идет, а ты всегда вот в этой атмосфере, и поэтому я думаю, что если я до сих пор профессионально не выгорела, то это только благодаря общению именно с детьми. С 2009 года вы депутат городской думы и, опять-таки, являетесь председателем комиссии по социальным вопросам, по социальной политике, да? Да, действительно. Это, собственно говоря, ко мне не приходило, просто произошло все таким образом, что жизнь подвела однажды к такому моменту, что мне сказали, что вы знаете, а мы считаем, что вы можете представлять интересы людей, как человек заинтересованный, как человек болеющий за людей, и вот мне доверили такую миссию. И я хочу сказать, я неоднократно про это говорила, что изначально меня вся эта ситуация очень испугала, потому что я человек очень ответственный, и вот осознание этой ответственности дополнительной меня в тот момент, когда мне поступило такое предложение, ну, очень меня буквально придавило, да? Ну, были вокруг люди, которые вдохновляли, которые сказали, что ты сможешь, у тебя все получится, и, оглядываясь назад, я думаю, может быть, это очень смелое заявление с моей стороны, но я думаю, что все получилось. А чем подпитывался в этот момент, в момент, когда ты исполняешь обязанности депутата, опять-таки, позитивными эмоциями от людей, которым ты помог, потому что очень много таких вопросов, которые решаются, которые за период моего пребывания в Думе решились в нашем городе положительно, это и переселение из ветхого аварийного жилья, это звучит, вот у нас уже как бы навязывал в зубах, да, переселение из ветхого аварийного, и какие-то всякие разные эмоции вокруг этого возникают, сразу финансовые какие-то вопросы, а на деле это огромное количество людей, которые улучшили свои условия, которые ушли из тех квартир, в которых жить было небезопасно, было холодно, было неуютно, и теперь они живут в условиях, которые гораздо более приспособлены и гораздо более комфортны. Это вот те позитивные эмоции тех людей, которым помогла в том числе я на своем посту депутата. Когда вы работали участковым педиатром, если я правильно помню, ваш участок был это как раз-таки район геофизики, тот самый район, который вот сейчас многие ожидают переселения, кто-то уже, возможно, сменил жилищные условия, и наверняка многих вы знаете поименно, пофамильно. Сейчас как-то держите связь, отслеживаете тех людей, как они улучшили условия, как у них изменилась жизнь? Бывает ли, что вас встречают на улице и говорят, Наталья Григорьевна, помним, спасибо, а вот здоровье внуков уже вспоминают вашу помощь и как врача, и как депутата? Конечно, я практически всех помню по имену, но единственное, что я не узнаю подросших детей, потому что они все выросли и очень изменились. Потому что у них уже сами, у самих есть дети, наверное. Да, но они узнают меня, и я хочу сказать, что это, наверное, самое главное, то, что мне нравилось в моей работе, участкового педиатра, это тоже наблюдать, как растут эти дети, как они вырастают. И, безусловно, встречаясь сейчас, практически все молодые семьи, которыми я плотно занималась в свое время в качестве участкового педиатра, они практически все переехали уже в центр города, воспользовавшись программой переселения, либо как молодая семья, либо в последнее время даже переселения из балков. То есть вот такая наша заветная мечта, которая оказалась неосуществима в ближайшие годы, и она тоже начала осуществляться, люди стали переезжать, и вот, казалось бы, вот такие вещи тоже случаются. Хотя это, наверное, было действительно из разряда мечты, потому что с балками было очень сложно, очень сложно было это жилье квалифицировать, то есть подтвердить его принадлежность, поставить на баланс города. Да, это было действительно очень сложно, но даже это сдвинулось, меня это очень радует. И люди часто говорят на улице спасибо, да, часто и встречают, и удивляются, что ты помнишь, и говорят, неужели вы нас помните, мы-то вас помним хорошо, поэтому это очень приятно, да. Вы в городе Лабутнанге живете с 9 лет, уезжали только для того, чтобы получить высшее образование в Тюмени, и после этого уже с супругом Сергеем Александровичем вернулись в Лабутнанге уже в качестве молодых специалистов. Так вот, сейчас, раз уж мы заговорили о переселении, вспомните, какие тогда были мысли у Сергея Александровича. Он никогда ведь не бывал в Лабутнанге до того, как приехал сюда уже с вами, будучи вашим супругом. Хотелось ли тогда возвращаться из крупного города в провинцию? И тогда думали ли вы о том, что Лабутнанге превратится в такой вот уютный, красивый, современный город? Ну, если честно, наши первые впечатления, кстати говоря, о городе разнятся. Я-то помню, что он мне говорил, как здорово и замечательно, когда мы перебирались на Омике, и был солнечно-замечательный день. Прилетали в Салихард и добирались. Прилетали в Салихард, да. А он почему-то мне рассказывает, как мы шли по каким-то темным подворотням почему-то с поезда. Да, вот в этом у нас почему-то разнятся наши воспоминания. Но, тем не менее, мы приехали сюда, ну, прежде всего, потому что нам, конечно, пообещали здесь жилье, потому что в те времена с этим была большая проблема, это был 95-й год. А во-вторых, нам, в принципе, не важно, где мы бы жили бы в тот момент, нам важно было быть друг с другом. И позови я его в другой какой-то город, он бы тоже, наверное, поехал со мной, потому что вот такие мы, такая у нас семья. Но, откровенно говоря, несмотря на всю мою любовь к нашему городу, я правда не думала, что он станет таким, правда. Потому что Северный город всегда считался, да, у нас тут зарплаты какие-то платят побольше, да, всегда как-то было в этом плане и коэффициент побольше, но в ответ мы терпели какие-то здесь лишения. И мы привыкли жить в этом городе, превозмогая себя, да, то есть либо это погода, либо это морозы. И, как правило, это все-таки было не вполне комфортное житье, да, в очень, ну, во многих моментах. И, если честно, я совершенно не думала, что наш город превратится в то, что мы видим сейчас за окном, потому что вот эти парки, я, и человек по натуре, не очень любящий физическую нагрузку, вот, откровенно говоря, да, но этим, этой осенью я каждый вечер гуляла по обновленному городу, испытывала бесконечное удовлетворение от того, что я вижу вокруг, потому что за два года буквально вот, что прошли за период от начала благоустройства, то, что у нас получилось, я думаю, что мы по праву всем городу можем гордиться, потому что это не только спортивные площадки для молодых, да, это еще и комфортные прогулочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. И у меня есть знакомые, которые маломобильные, пользуются колясками, и при каждой нашей встрече буквально они мне говорят, как замечательно, что в нашем городе произошли такие изменения, и мы можем гулять абсолютно везде, где мы хотим, беспрепятственно, хотя раньше для того, чтобы прогуляться по городу на коляске, им приходилось выезжать в Салихард. Сейчас они могут делать это здесь. Я считаю, что это дорогого стоит. Год 2018-й юбилейный для города, а при подготовке программы я обнаружила, что он стал юбилейным и для вас. Так вот, в связи с этим у меня возник вопрос, представляете ли вы себя на заслуженном отдыхе? Раз говорим о том, что иногда хочется просто уже побыть дома, уменьшить немножко какую-то общественную активность, но задумывались ли вы о том, чтобы уйти на заслуженный отдых? Либо пока с трудом это представляется? С трудом это представляю, хотя начала об этом задумываться ровно с момента, как начала получать пенсию, но тем не менее, выбывая в отпуск, как я уже говорила, вроде радуешься, уезжаешь, ура-ура, отдохнешь, а на третий буквально день ты уже понимаешь, что, собственно говоря, занять тебе себя нечем. К сожалению, не воспитана культура, вот, ну, у меня и у моего поколения, к сожалению, вот, заниматься еще чем-то, культура отдыха, да, заниматься еще чем-то, кроме работы. Мы привыкли работать, работать, работать и работать. Это неправильно. У вас двое детей, говоря о том, что вы работаете, работаете. Старшему Виктору исполнилось 25 лет, в августе была свадьба Анне-младшей, она сейчас десятиклассница. Я думаю, что абсолютно очевидно, что при такой насыщенной жизни, общественной, трудовой деятельности, наверняка не так много времени, как хотелось бы, удалось уделить семье воспитанию детей. Может быть, не все книжки прочитаны перед сном, может быть, не удалось научить детей кататься на коньках. Если бы была возможность повернуть время вспять и что-то поменять в жизни, может быть, отказаться от чего-то, воспользовались ли вы бы этой возможностью проводить больше времени с семьей, сменить род деятельности, отказаться от работы депутата, либо оставили бы все как есть? Нет ли ощущения, что что-то упустили в воспитании детей, например? Ощущение того, что что-то им не додала, однозначно есть, потому что, особенно со старшим ребенком, когда мы были моложе, когда мы трудились еще и в ночные смены с супругом, а чуть позже уже ему здоровье не стало позволять этого делать. И, конечно, наш старший ребенок, особенно он страдал от нашего внимания, и ему уже 25, и тем не менее, иногда он вспоминает это. С обидой? Наверное, не с обидой, наверное, с пониманием, потому что он уже взрослый. Но он сделал выводы для себя и говорит, что, мама, я бы не хотел, чтобы мой ребенок рос с таким же занятым отцом, как были вы. Хотя жизнь складывается таким образом, что, скорее всего, он будет ровно таким же отцом занятым. Он ведь тоже поступил в медицинский, получил медицинское образование. Да, он провизор. И вообще, в принципе, рабочий процесс сейчас очень интенсивный. И, к сожалению, я думаю, что у моего внука, у моих внуков будут такие же занятые родители, какими были мы. А что касается Ани? Ну, Ани уже досталось, к счастью, несколько попозже внимания. Больше внимания, особенно папиного, наверное. Ну, и папиного, и маминого, потому что я к тому времени, как она стала подростком, уже сменила свое место работы. К счастью, у меня стали выходными и субботы, и воскресенье. По крайней мере, в субботу я стала видеть своего ребенка. Кажется, очень интересный человек, очень забавная, очень перспективная девочка. И вот именно за эти два года я разглядела ее как следует. Хотя, конечно, о многом жалеешь. Многое прошло мимо. Ну, так сложилась жизнь, и если бы у меня была возможность что-то поменять, я думаю, что у меня не получилось бы ничего поменять, даже если бы я очень хотела. Всегда очень активны родители, когда появляются у них внуки, они отыгрываются на них. Так вот, Виктор женился. Я так полагаю, что вы рассчитываете, надеетесь, что скоро станете бабушкой и дедушкой. Чему хотелось бы научить внуков? Что им бы хотелось дать? Помочь детям. Вообще, видите себя бабушкой активной, такой, что будете забирать внуков, ездить с ними в отпуск? Я очень хочу быть такой бабушкой, правда. Я думаю, что ради внука я все-таки буду находить побольше времени в своем плотном графике. Потому что на самом деле все реально. Можно как-то где-то оптимизировать свою работу с тем, чтобы уделять больше внимания, по крайней мере, внукам. Я надеюсь, что у меня получится. По крайней мере, я увидела все то, что я не додала своим детям, и хочу вернуть это все внукам. Ну и плюс, учитывая, что родители-то будут тоже заняты у моих внуков, хоть немножечко, конечно, помочь ему разгрузить, чтобы они были чуть... Чтобы ей больше поработать, времени оставалось? Нет, наверное, чтобы у них было больше времени все-таки для себя, потому что семья в этой жизни – это самое главное. Вы, вот эта фраза «семья – это самое главное», вы ведь руководствуетесь этим и в трудовой деятельности, и в депутатской деятельности, когда еще выходили на первые выборы. Это было таким ключевым моментом в вашей программе, да, что именно семья, человеческие отношения – это опора, в общем-то, любой жизни, опора вашей деятельности в том числе. Я знаю, что декабрь месяц для вашей семьи особенный во всех отношениях, что были моменты тяжелые, которые переживались, были моменты радостные, и так совпадало, что все они выпадали на декабрь. В каком настроении, с каким чувством вы встречаете декабрь 2018 года? Ну, в личном плане я его встречаю достаточно не с очень спокойным сердцем, потому что, к сожалению, здоровье моего мужа оставляет желать прежнего. Кроме того, предстоит операция моему отцу в январе. Ну, вот как бы это такие возрастные проблемы, которые, к сожалению, наши родители не становятся моложе. Но я оптимист. Много в нашей жизни было ситуаций, которые, казалось бы, мы не сможем преодолеть, но, к счастью, они все заканчивались хорошо. Я надеюсь, что все и дальше у нас будет благополучно. Хотя здоровье – это как раз такой момент, который очень сложно корректируемый, очень плохо зависит от нас. Ну, остается только надеяться на лучшее. Вы загадываете желание на Новый год? Обязательно. Есть какой-то особый ритуал, какие-то особые традиции? Да, когда бьют куранты, вся моя семья, ну, может быть, где-то даже подсмеивается иногда, да. Но уважают эту мою привычку, когда бьют куранты. Вся моя семья молчит, ждет, пока куранты пробьют 12 раз, и только после этого начинают поздравлять друг друга с Новым годом. То есть, как бы, вот, есть у меня такая традиция, и они относятся к ней с уважением. Никто не сбивает ваш посыл в космос и желание отчего-то сокровенного. Никогда, на протяжении уже 26 лет. Наша программа называется «Север плюс». Предполагая, что север – это не только бескрайние просторы, но еще и что-то еще дополнительное. Так вот, что лично вы вкладываете в этот плюс? Что для вас север, север плюс что равняется именно то самое место, в котором мы живем? Север плюс семья, север плюс люди, которые меня окружают на протяжении всех 40 лет, что я здесь живу. И, вы знаете, вот последнее время, последние несколько лет у меня крепнет ощущение, что север – это мощь. Ощущение мощности какой-то, уверенности в завтрашнем дне и стабильности. Может быть, я в возраст такой вошла, но мне очень важно вот это ощущение, вот это ощущение, что я живу в стабильном месте, где я максимально укрыта от каких-то там невзгод. Я не буду спрашивать, какое желание загадываете вы на Новый год. Все-таки, мне кажется, это такое сокровенное, что пока оно не исполнится, и озвучивать его нельзя. Но не могу не попросить вас пожелать что-то лабутнанцам и горожанам в наступающем Новом году. Я хочу пожелать жителям нашего города, чтобы они чувствовали себя семьей, чтобы они чувствовали себя хозяевами нашего города, чтобы они понимали, что все то, что здесь происходит, это в том числе и их зона ответственности, чтобы они берегли то, что создано, и самое главное – ценили. Потому что очень обидно, когда в городе сделано очень много, а в сетях очень часто пишут какие-то уничижительные вещи. Вот, откровенно скажу, меня это очень задевает, и я считаю, что надо быть благодарным, прежде всего. Благодарными всем тем, от кого это все зависело, кому стоило неимоверных подчас усилий сделать такую красоту в городе и однозначно ее беречь и приумножать, и делать все, что от тебя зависит, для того, чтобы наш город процветал. Каждый на своем месте должен быть исключительно ответственным за тот участок работы, который доверен ему. И тогда все у нас получится, и тогда все у нас будет хорошо. Будущее зависит от каждого из нас. И лишь небезразличное и ответственное отношение ко всему происходящему вокруг может сделать нашу жизнь лучше. Это доказывает и история Натальи Григорьевны Сухоруковой, посвятившей свою жизнь развитию Севера и не представляющей себя без него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...